Зажглась над озером звезда В прохладной зыбкой темноте стволы берез едва белеют, лучи зорниц в туманной мгле, как в колыбели мир лелеют. Звезда купается в воде, ныряет в высоту с небес и не пойдет теперь уже, где плес глубокий, а где лес, колдун костер на берегу, шаманский танец исполняет, искрится, мечется в кругу и жаром сердце наполняет. Зажглась над озером звезда Ну, во-первых, потому что мы так думаем, что произошло оно от названий, которые дали им тюркские народы когда-то. Это Ахголь значит зеркальный, Ахголь в переводе с хакасского это уже белое. А существует такая легенда, что когда-то здесь паслись на берегах озера несметные стада лошадей и среди них была белая красивая кобылица. И вот она искупалась в этом озере, и молоко попало в озеро, и оно стало белым. А в озере Белом там много мест, которые связаны с какими-то событиями. Вот, например, Титова гора. Недалеко она находится здесь, в покрестностях. А, Титанихина гора, вот Титанихина гора. Оказывается, что на этой горе был покос. И вот эта Титаниха, которая участвовала в этом покосе, села на телегу, и телега поехала прямо в озере. И вот с тех пор стали называть это место Титаниха. Потом есть у нас одно место на озере Белом, называется Монетное. Мы голову сломали. Ну, почему Монетное-то? Ну, какие там монеты? Что там, думаем, клад нашли там или что там случилось-то? А, оказывается, история-то вон какая, криминальная, а не просто так. А еще в царские времена, на этом озере, это в северной части озера, недалеко, в глухих таких местах, там болото. И там выходит уголь на поверхность. У нас же тут бурые угли, очень много их. И там фальшиво-монетщики сделали себе мастерскую, где чеканили царские монеты. И отсюда и пошло название Монетное. Вот такая вот история тоже. Вообще-то таких историй, вот если посмотреть, то можно много, конечно, найти. Озеро очень огромное. Даже огромное, говорю, потому что даже в районе такого нет больше второго озера. Оно протяженностью... В старых справочниках дается такая информация, что оно было протяженностью 30 верст. Ну а сегодня уже ученые изучили это озеро и выяснили, что оно... Протяженность его 18 километров целых. Самое широкое место – это 5,5 километров. Дальше площадь зеркала – это более 50 квадратных километров. Вот такое огромное озеро. И красивое. И места в нем такие рыбные. Здесь запустили Амурского карася белого. Вот мы все любим очень этого карася. К нам сюда едут на рыбалку. Господи, откуда только не едут. Из Кемерово. Я уж не говорю, из Шарыпово. Из Красноярска едут сюда. Хотя там не меньше водоемов, где можно половить рыбку. Едут сюда из Петербурга. Потому что здесь живут очень многие, кто имеет родственников там. Из Москвы едут. В общем, кто знает про это озеро, тот потом обязательно сюда возвращается. И не только потому, что здесь рыба, потому что красиво. Но старики уже говорили, что всегда это озеро было лечебным. Заболели ноги, заболели руки. Что-то заломило спину. Лечились водой, лечились грязью. И сегодня, когда изучили эти грязи, изучили дно, да, действительно, там присутствуют какие-то лечебные, имеют лечебные свойства, присутствуют лечебные какие-то вещества в озере. И так что озеро... Вот буквально недавно у меня муж был на рыбалке. И там приехала семья из Петербурга. Уже ездит третий год. Возит сюда жену лечиться. Да ты что, неужели, да? Говорит, тут воздух землетельный и вода. Вот. И она, говорит, поднялась, у нее сильно руки ему гибалили. Так что, может быть, когда-то будущее будет и курорт на нашем озере. Ну, мы надеемся. Ну, кроме озера Белого, здесь есть еще два озера, очень известных в районе. Это озеро Кашколь-Ближний и Кашколь-Дальний. Или первый, второй их тоже так зовут. Вот. Первый Кашколь или Ближний – это озеро, в котором ловят рыбку, карасика. А второй Кашколь – это озеро, на котором отдыхают. Вероятно, когда-то еще образовывались вот эти озера, это было когда-то единое озеро. А потом уже поднялись породы, и оно разделилось на два озера. И, скорее всего, что Каша – это грань какая-то. Оно находится… Кашколь второй находится в углублении, как в чаше. Вот. И отсюда появилось название Кашколь. Оно довольно-таки красивое. Берега, прямо к самым берегам подходит лес. И с высоты вот с дороги прямо туда вниз видно его все, абсолютно все. И оно… Вода в нем всегда голубая, красивая такая, места живописные. Ну, народ избрал его местом для своего отдыха. А если вот на белое смотреть, даже из космоса, смотрели мы фотографический снимок из космоса, оказывается, вот эти вот озера наши голубые, а это озеро, озеро белое, оно правда белое. Все. У него оно не очень глубокое, у него где-то до 2,5-3 метров средняя глубина вот такая вот. Есть и 5 метров, но в основном вот такая вот глубина. Ну, и, вероятно, вот эти вот глины какие-то дают ему вот такой цвет. В тихую погоду оно действительно зеркальное, аж блестит все. Отражаются со всех сторон и лес, и сопки, все в этом озере прямо видно. А вот в Кашкоре вообще, там в любое время, мне кажется, там оно тихое, там мало ветра бывает, потому что оно как в чаше. Там всегда не поймешь, где лес, где вода, и все это прямо вот завораживает. Смотришь, не насмотришься, не налюбуешься. Смородина ягода спелая, на тоненьких ветках висит. А рядышком озеро белое, волной невысокой шумит. А в чащах тропинками козьями с лукошком спешат грибники. Крикливые чайки над озером в воздушном потоке легки. Люди селились здесь издревле. Наш археолог Краснолуцкий Сергей поставил археологическую карту района с учеными Ленинграда. И вот он там отмечает, что на территории Шуши, на по речке Малая Шушь и в окрестностях Шуши очень много стоянок даже древних людей, начиная с древнейших в ребенке с палеонтологической эпохи. И продолжаются уже дальше и дальше селиться люди. Почему? Да потому что места здесь самые благодатные. Озер, вот самых больших три озера, ну и мелкие озера есть, которые даже не имеют своих названий. Место очень красивое. Горы, степь и озера. Все это создают, ну такой приятный ландшафт. Климат отличается даже от Шарыповского. У нас здесь как-то, мне кажется, больше даже солнечных дней. У нас даже кажется теплее, зато зимы морознее. Если в Шарыпово там мороз 30 градусов, то у нас 35. Вот, и поэтому, конечно же, жить здесь люди начали давно. Земля очень благодатная. Шушинская картошка славится на весь район. Мы кого только не кормили этой картошкой. Если минусинские там праздники устраивают в честь минусинского помидора, то мы говорим, а нам нужно придумать праздник шушинской картошкой. К нам едут сюда со всего района за картошкой. Хвалят, берут на семена, но такая больше нигде не растет, потому что земля здесь необычная. Огороды очень хорошие. А если говорить о возникновении деревни Шуш, то она возникла 200 лет назад. Вот эти вот 200 лет село пережило все, что могло. Начиная с рождения, царское время, затем советское время, гражданская война, перестройка, пережило и живет дальше. Потому что люди привыкли к этому месту, люди здесь живут, это их родина. И центр вселенной где? Там, где дом родной. Действительно, центр вселенной наших жителей – это село Шуш. Село Шуш называется по названию реки Шуш. А Шуш так называли местные жители, хакасы, утку, утка-крахаль. Вот, они ее называли Шуш. И отсюда пошло название речка Шуш, село Шуш. Ну, говорят, что, может быть, еще здесь и по имени человека, первые поселенцы здесь жили, Шушиначевые. Может быть, и так. Отсюда тоже название. То есть разные версии. Но нам больше нравится вот про утку версия. Очень интересная такая версия. Есть много мест прекрасных по России. Нет деревень милее, чем моя. Здесь горы, лес. Здесь все места родные. Мне с детских лет знакомые края. А наша сила – корни предков наших. Их никому не вырвать из земли. Мы помним их счастливых и уставших. Они себя в трудах не берегли. Их никому не вырвать. Субтитры подогнал «Симон»